Во вторник депутаты прослушали отчет губернатора. В среду глава региона отвечает на их вопросы. Темы тремя фракциями подняты самые разные. От глобальных сельского хозяйства и проблем соцсферы, до частных, давно требующих комментария первого лица региона. Например, о правомерности работы Ивановской полимерной компании, с которой не один год бьются жители Балино. Павел Коньков пояснил, все должно быть в рамках закона. Рубануть шашкой по губернаторскому велению, закрыть предприятие он не может. Уже принимались решения о временном прекращении деятельности этого предприятия. Мы постоянно сегодня анализируем ситуацию с экологической точки зрения и своевременно подключаем право хранителей. И если юридически будет принято решение о закрытии данного предприятия, то оно, конечно, будет принято. От либерал-демократов вопрос о сокращении учебных учреждений, а именно малокомплектных сельских школ и колледжей. Последняя история с закрытием учебного учреждения в Комсомольске наделала много шума. Мы должны сами понимать, что у этой страны есть две проблемы. Мы должны в этих малокомплектных школах обеспечить и выполнение стандарта образования, что далеко не просто. Потому что оно, конечно, хорошо звучит, когда учитель истории одновременно ведет информатику или еще чего-то, но качество образования, безусловно, должно у нас в этом плане вызывать серьезные сомнения. К сожалению, уважаемый Павел Алексеевич, отдельные работники данного направления восприняли указания по экономии бюджетных средств буквально и непрофессионально. В результате чего в 2016 году были реорганизованы три сельские школы в Савинском, Тейковском и Лежневских районах. И в данный момент запущен процесс по реорганизации, то есть закрытию энергоколледжа в Комсомольском районе, что вызвало острую социальную напряженность. У коммунистов претензий еще больше. Красные поставили губернатору неуд за работу в прошлом году и обвинили правительство в политической близорукости. В отчете вы ни слов не обмолвуясь за то, что лишили всех пожилых людей и детей индексации льготных пособий, увеличили стоимость проезда для льготников, несоразмерно увеличили тариф на проведение капитального ремонта. А с 1 июля вы еще повесите на шею трудящимся дополнительную удавку в виде грабительского, предварительно уже озвученного тарифа за сбор и утилизацию ТБО. Единая Россия в своем выступлении парирует коллегам-коммунистам, чтобы где-то прибыло, нужно, чтобы где-то убыло. Бюджетный кредит 4,9 миллиарда рублей, на который мы все уповали, увеличение налоговых и неналоговых поступлений – это не мана небесная, а результат, во-первых, последовательной организаторской работы с Минфином и федеральными органами власти губернатора и правительства, а во-вторых, прямо скажем, неблагодарная работа правительства и думы по оптимизации расходов областного бюджета. Словом, дискуссия удалась. Свою оценку работе правительства партии поставили. И, судя по всему, разную. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.